Я помню, как когда-то, несколько лет тому назад, умные эксперты и аналитики произносили следующие слова. Когда Россия вступит в фазу распада, такая история, как с Чернобылем, покажется нам детским лепетом. Потому что в России столько всего находится, все это до такой степени бесхозное, проржавело, никому не нужно, никем не охраняется, не контролируется, все покупается и продается, что Чернобылей будет множество. Они будут разные, и каждый из них будет нести отдельную опасность. Прежде чем вы посмотрите этот ролик, я просто говорю вам, что есть как бы первая часть. Тот ролик, который я выложил вчера. Так как в YouTube время не имеет значения, то через несколько месяцев люди не будут знать, о чем речь. Этот ролик находится непосредственно под этим видео первым, своего рода первая часть, начало разговора. Там профессор, всю жизнь занимающийся бактериологическим оружием, рассказывает, как в Советском Союзе занимались вопросами создания вирусов и упоминает о известной уже тогда, в 70-х годах в Советском Союзе, секретной лаборатории под названием «Вектор» в Новосибирске. В этой лаборатории занимались, например, вирусом Эбола, да и многими остальными. Профессор вспоминает, как по халатности, по типичному российскому отношению к проблеме, в 78-м году случайно произошел выброс сибирской язвы из лаборатории в городе Свердловске. В результате много тысяч людей погибло. Конечно же, советские власти не могли признать, что это их ошибка, а свалили все на местных жителей. Никому в мире, да и в том числе своим советским гражданам, правда, никогда не было озвучено. Это к тому, как вообще дела делаются в России. Испокон века делались. И не думайте, что сейчас что-то изменилось. Сейчас стало еще хуже. Итак, там он упоминает, что еще в 70-х годах была образована эта самая лаборатория вирусологии в Новосибирске под названием «Вектор». Сейчас вы увидите репортаж на канале «Россия-1» от 16 сентября 2019 года, где говорится о том, что в этой самой лаборатории «Вектор» произошла авария, в результате чего один человек получил серьезные ожоги. Кстати, ну просто коротко, глядя на репортера вот этого молодого человека, я понимаю, что тотальный алкоголизм в России, он все-таки оставляет отпечаток на следующих поколениях. Ну это я просто так, потому что невозможно не заметить то, как разговаривает молодой человек, репортер из этой замечательной страны. И начнем выпуск с чрезвычайного происшествия. В Новокограде Кольцово сегодня произошел взрыв в центре вирусологии «Вектор». Есть пострадавшие. Репортаж Данила Сухоручко с места событий мы получили только что. Рядом со зданием работает охрана, близко не подпускают пожар, произошел в одном из корпусов здания. Первые сообщения о происшествии в МЧС поступили в пол пятого вечера, и через несколько минут спасатели и пожарная техника, 13 машин были на месте. На данный момент работы по ликвидации возгорания завершены. Мы видели только одну пожарную машину, и она уже возвращалась в часть. Хлопок газа произошел на четвертом этаже корпуса, где проходил ремонт. Строители проводили лакокрасочные работы, прострадал один человек, у него ожоги. И сейчас мы его оставим в больницу. Главный вопрос, который беспокоит, наверное, всех, это состояние лаборатории, в которых находятся штаммы опасных вирусов. И вот что несколько минут назад нам сообщил глава Новокограда Кольцова Николай Красников. В числе первых он прибыл на место происшествия. Все действительно под контролем. Отмечу, площадь пожара около 30 квадратных метров. Угрозы населению по сообщениям МЧС нет. Добавлю, пострадавшего доставили в ожоговый центр областной больницы. Мужчине 33 года, он в сознании. Вот что рассказал главный врач областной больницы. Пациент с ожоговой травмой, молодой мужчина. По результатам площадь поражения 45%, стабильный, тяжелый. Сегодня угрозы для жизни пациента нет. Вектор ведущий научный институт страны. Крупнейший в мире центр изучения вирусов. Здесь собрана уникальная коллекция. Хранят вирус натуральной оспы. Вторая подобная лаборатория есть только в США. На Векторе разработаны вакцины против кори, гепатита А, лихорадки Эбола. Тест системы для диагностики ВИЧ-инфекции. Лекарства для лечения гриппа. На стадии разработки противораковый аппарат, препарат. Добавлю, на Векторе сегодня работает более полутора тысяч человек. Итак, мы должны зафиксировать дату 16 сентября 2019 года. А теперь двумя месяцами позже, опять же на канале Россия, следующий репортаж о неожиданной вспышке пневмонии. Перечисляется сразу множество регионов. Орловская, Тверская, Самарская, Оренбургская, Челябинская и прочие области, где детей уже тогда, в ноябре 2019 года, отпускают на карантин из-за массового заболевания пневмонии. Взрослые точно так же страдают от необычно серьезной болезни, охватившей целые регионы в России. Еще раз, через два месяца после аварии на Векторе. Вспышка пневмонии зафиксирована в очередном российском регионе. На этот раз подъем заболеваемости в Оренбургской области еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее на вынужденные каникулы ушли ученики во Владимирской, Самарской, Оренбургской областях, в Ростове-на-Дону, Ульяновской и Красноярской. О том, как защитить себя от заболеваний, что делать при первых признаках недобогания, расскажет Юлия Онищенко. Много случаев заболевания пневмонии, что уже сейчас даже в больнице мест нет. Количество заболевших пневмонией растет по всей стране. В Челябинске закрывают школы на карантин. В этом году, учитывая подъем прошлого года, к этой инфекции особенно внимательны. И когда уровень заболеваемости в школе стал достаточно высоким, мы приостановили учебный процесс. Больше таких пациентов стало и в Ростове-на-Дону. Часто воспаления легких развиваются после гриппа или ОРВИ. Практически каждый второй человек, особенно после вирусных инфекций. Но не только вирусы вызывают пневмонию. В холодное время года наши легкие становятся восприимчивей, и мы буквально на лету хватаем любую инфекцию. При этом заболевание нередко протекает бессимптомно. Человек ощущает только легкое недомогание и даже не подозревает, что в организме развивается катастрофа. Происходит нарушение вентиляции в данной области легкого. Но второй момент, который тоже очень важен, это происходит нарушение кровообращения. Это может приводить к тому, что это будет более выраженная стадия заболевания. И будет тяжело лечить. Я сократил этот репортаж, потому что там дальше различные медицинские аспекты. Пройдите на канал, где я это взял. Посмотрите все сами в подробностях, если вам интересно. Для меня самое главное, конечно, даты. Итак, 16 сентября авария на Векторе, 19 ноября сообщение по Первому каналу о неожиданной вспышке пневмонии. Я так понимаю, что Первый канал, конечно, не знал, о чем он говорил. Никто в России не знал, как это всегда происходит, потому что еще мир не назвал эту пневмонию COVID-19. Просто зафиксируем этот момент. И для тех, кто думает, что Россия к этому не имеет никакого отношения, вы должны мне объяснить эти две вещи. Как говорится, слов из песни не выбросишь. Если есть эти два репортажа, и по времени они как раз соответствуют распространению вируса, то как, простите, объяснить тот факт, что еще задолго до объявления в Китае появления первых зараженных коронавирусом, Россия сообщает об этих вещах. Для тех, кто вдруг сомневается, я напомню, что о заболевании в Ухане Китай объявил 5 января 2020 года. Ну, вы понимаете, да? Конец ноября 2019 года, вспышка в пневмонии в России, и далее через два месяца первый зафиксированный больной в Ухане. Но теперь, видимо, мне придется подвести итог. Для тех, кто до конца не понимает, к чему я веду. Сейчас очень многие блогеры пытаются связать две эти вещи. И говорят при этом следующее. Очевидно, что в Ухане точно так же была лаборатория, где занимались исследованиями в области вирусологии. И понятно, что сейчас проще всего провести прямую между первым заразившимся в Ухане, лабораторией в Ухане, а затем распределением этого вируса по всему миру. Сегодня я прочитал, что несколько штатов в США уже готовят иски против Китая, выдвигая претензии в несколько миллиардов долларов. Я прошу зафиксировать еще этот момент. Итак, два года тому назад весь мир, немножко так пожимая плечами, ну, за исключением англичан, конечно, кто были в это непосредственно вовлечены, наблюдали за странной комедией, как два неудачника поехали посмотреть шпиль в Солсбери. Эти два русских шпиона должны были разбрызгать химическое вещество новичок на дверь ручки бывшего русского шпиона-предателя Скрипаля. Ну, так как это были два идиота, они выбрали не тот момент, не ту погоду, и в результате погибли не те люди, чем и привлекли внимание полицейских. Если бы все было сделано правильно, вряд ли бы кто вообще говорил о смерти какого-то пожилого человека, выходца из России. Но так как помимо него пострадало еще три человека, английской полиции пришлось заинтересоваться. Ну, а дальше все было выяснено, откуда вещество, кто эти люди и так далее. Вы помните всю эту историю, я подробно рассказывал на своем канале. Если вдруг нет, ссылки под видео. Это я к тому говорю, что кто-то, может быть, еще на этой планете сомневается, чем вообще занимается внешняя разведка России. И есть ли у российских спецслужб какие-то моральные ограничения? Готовы ли они останавливаться, скажем так, перед проблемой распространения какого-то, в данном случае, химического оружия, а вдруг пострадают какие-то люди? Вот этот пример с новичком точно показывает нам, что им плевать. И даже тех людей, которые они привлекают в звании полковников, мозгов не имеют совсем. Это понятно, если вы наблюдаете беседу этих двух идиотов. То есть, мало того, что нет моральных ограничений, а во-вторых, вот как репортер в начале этого ролика, так и эти два сидящих, это просто результат многолетней отрицательной селекции. В стране, откуда бегут мозги уже на протяжении 40-50 лет, вот что остается, то, господа, и остается. До конца, я думаю, ни вы, ни мы никто не узнает, что же произошло на этом векторе. Но понятно, что в результате этой самой аварии случился такой маленький, незаметный Чернобыль. Хотя сейчас уже по количеству жертв это несколько Чернобылей, господа, потому что во всем мире заражено уже больше двух миллионов. А сколько погибших, поищите цифры сами. Но их уже в любом случае несколько тысяч больше, чем тогда, во время аварий в Чернобыле. Моя версия простая. Прежде чем я озвучу свою версию, подведу итог для тех, кто еще сомневается, что Китай в Ухане работали над созданием искусственного вируса, пройдите на еще одну беседу Фейгина с Пьянковским, где они подробно рассказывают о китайской женщине-инженере, занимающейся созданием этой самой химеры. Химеры – это то есть искусственно созданный вирус. И как говорится в том медицинском отчете, эта химера способна передаваться человеку. Об этом я подробно рассказывал вот в этом ролике. Еще раз. В 2015 году миру было объявлено, что была создана химера на основе коронавируса, базирующегося у летучих мышей. И эта химера – соединение коронавируса с человеческим гриппом SARS и привело к созданию вот этого искусственного вируса, о чем еще раз было объявлено в 2015 году. Никто тогда на это внимание не обратил. В Соединенных Штатах было запрещено дальше работать над этой проблемой, потому что там, видимо, поняли, чем все может закончиться. Работы благополучно вернулись в Китай, в Ухань, в лабораторию. Ну а теперь возвращаемся к нашему новосибирскому вектору и лаборатории вирусологии, существующей там с 1970 года, еще во времена Советского Союза. Что же произошло? Пианковский выдвигает версию о том, что когда было объявлено, что в Ухане инженеры смогли создать этот вирус, в Новосибирске, по всей видимости, либо работали над этой же самой проблемой, либо украли каким-то образом, как обычно делают русские, и доработали это, либо вообще принимали в этом непосредственное участие. Но каким-то образом этот самый коронавирус попал в лабораторию Вектор, в Новосибирске, в промежутке между 2015 и 2019 годом. Вот в эти четыре года могло произойти всякое. Вирус могли украсть, либо благодаря открытым источникам и тому, с чем поделились китайцы, в этом институте вирусологии стали работать в том же направлении и добились своей формы коронавируса. Либо сами русские участвовали в этом проекте и продолжили работу после запрета в Соединенных Штатах. Они перенесли исследования в Вектор. Другого места в России просто нет. Еще раз, это вот центр исследования вирусологии в Российской Федерации. Самая крупная лаборатория вирусологии находится в Новосибирске и самая крупная лаборатория в Китае находится в городе Ухани. Теперь что происходит? В сентябре в Векторе авария, выброс этого самого вируса. Русские понимают, с чем это связано и фиксируют через два месяца у себя начало заболевания пневмонии. По обычной своей традиции они, конечно, обосрались, но ненадолго. Тут же вспомнили, что второе место в мире, где продолжается исследование в этой области, находится где? В Ухане. И вот теперь мы вспоминаем этих двух ребят. Пусть в этом случае были какие-то другие, более успешные ребята, скорее всего, но новички русские выучились и послали в Ухань уже тех, кто работает чисто. Далее, китайцы говорят, что зараза начала распространяться через рыбный рынок. Вопрос. Скажите, что может остановить двух или трех ребят, например, приехавших из России, разбрызгать этот самый вирус вот в том же самом рынке в городе Ухане, зная, что рано или поздно следы приведут именно туда, в эту самую лабораторию? Вот на мой взгляд, ничего не останавливает. Если бы у меня в стране произошла утечка вируса и мне хотелось бы сбросить вину на кого-то другого, я бы, конечно же, поступил ровно так, как я считаю, поступили русские. Они поехали и переместили. Сделали так, чтобы весь мир думал, что первые зараженные вышли из Ухани. Но за четыре и за два месяца до этого их же средства массовой информации говорили о вспышке в пневмонии на территории России. Но тогда еще никто это коронавирусом не называл. Китайцы оказались более правдивы. Они мало того, что выявили, что это за вирус, назвали его, но и признались всему миру, чтобы всех предупредить, хотя и они очень долго это скрывали. Дальше есть еще одно маленькое косвенное доказательство. Я думаю, что когда русские поняли, что вирус, вырвавшийся из лаборатории в векторе, гораздо серьезнее, чем они предполагали, они, конечно же, доложили наверх. И вот теперь сложился пазл. Ну, лично для меня он сложился, не знаю, как для вас. Я помню, что когда в начале года все стали говорить об изменениях Конституции, никого не удивляло то, что Путин хочет это сделать, потому что было понятно, что он хочет это сделать. Но он мог начать действовать в 22-м, в 23-м году, непосредственно растянуть все эти дебаты, чтобы не было так уж сильно заметно. А он, как вы помните, как ошпаренный в начале года выступил, тут же выдвинули эту чокнутую Терешкову, начали создавать какие-то безумные информационные поводы вокруг Конституции. И самое главное, самое главное, что всех удивляло, к чему такая спешка? Почему в начале года Владимир Путин, как ошпаренный, схватился за изменения в Конституции? А сейчас, обратите внимание, просто исчез. Его нет. Он где-то там, в каком-то бункере, как все предполагают, скорее всего, закрыт, изолирован, в особом месте и сидит, как мне кажется, трусливо поджав хвост. Так вот, если Владимир Путин в конце 2019 года был уже информирован о том, что на территории России распространяется вирус из этого самой лаборатории в Векторе, то тогда понятно, почему в начале года ему так подгорало, как можно быстрее изменить Конституцию и обеспечить себя неограниченными правами, потому что он, по всей видимости, думает, что рано или поздно люди догадаются, кто виноват во всем этом. Я имею в виду люди во всем мире. И тогда, извините, новички, падение самолетов покажется детской забавой по сравнению с тысячами погибших во всем мире и с двумя миллионами зараженных. Еще раз, это несколько Чернобылей одновременно. Так вот, для меня лично поведение Владимира Путина, а теперь его трусливое растворение в воздухе лишь показывает, у кого, как говорится, рыло в пуху. Сейчас Китай будет отнекиваться всеми возможными силами. Возможно, даже Китаю придется расплачиваться за то, что у них в Ухане была лаборатория, а может быть за то, что они каким-то образом сотрудничали с русскими, и русские подложили таки им свинью. Китай, я думаю, сможет расплатиться, ну, хотя бы частично с исками, которые представят Соединенные Штаты, а может быть и нет. В самом начале мы задавали вопрос, кому это выгодно? Давайте сейчас подумаем, кому выгодно, чтобы США и Китай сейчас схватились в мертвой хватке, начиная воевать в данном случае за финансовые потери в результате экономического кризиса. Кому выгодно, чтобы ослабла Европа? Помните, как в самом начале распространения вируса первое, о чем заявил Владимир Путин, снимите с нас санкции. То есть, понимаете, к чему я это говорю? Как ни крути, но у России есть много выгод во всем этом. Кроме того, что я уверен, то, что произошло в Векторе, это обычная российская халатность, которую сначала хотели завуалировать, а потом решили получить с этого еще и дивиденды. Наблюдая за тем, как весь мир закрылся на карантине, ну и Россия последовала их примеру, ужесточив свои условия карантина до невозможных. Еще неизвестно, чем все это закончится. В Европе рано или поздно карантин будет снят. Будет ли снят он в России в полной мере, так, как это будет в Европе? Будут ли возмещены материальные убытки бизнесменам, кто разорится людям, кто вытащит последние свои запасы? Как вы понимаете, вопросы эти риторические. Те, кто думают, что я сейчас фантазирую, я призываю вас ответить мне на два вопроса. Почему 16 сентября 2019 года канал Россия сообщил о взрыве в центре вирусологии в Новосибирске, а затем через два месяца о начале волны пневмонии на всей территории России? Если вы сможете ответить на эти два вопроса, «Считайте, что я фантазер». «Считайте, как что-то»? «Считайте, сцентер»? «Считайте, что я пришел и заслужил,